Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, О жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовая сие принять, И от восторга засиять. 15 января, день Сильвестра, назван честь святого отца Сильвестра, Папы Римского. Став совершеннолетним, он из любви к Богу и ближним Вводил в свой дом странников. После того, как омывал им ноги, он угощал их, Потом беседовал с ними, доставляя этим успокоение. Сильвестр в 30-летнем возрасте стал епископом римским, Исправлял нравы и обычаи христиан. Своими молитвами и чудесами помог обращению в правую веру И крещение императора Константина и его матери Елены. В народе святой Сильвестр был известен как покровитель Домашней птицы, особенно кур. Поэтому сегодняшний день имел еще одно название Куриный праздник. В этот день чистили курятник и помещали в него куриного бога. Черный камень с отверстием посредине. Это Куриный бог. Делали это для того, чтобы курам не могла проникнуть нечистая сила И навести порчу. А маленьким детям сегодня дарили глиняные петушки. Знахарки сегодня смывали с домов лихорадки-лихоманки. Считалось, что лихорадки это 13 дочерей Ирода, сошедшие в ад вслед за своим отцом. Зимой в лютые морозы выгоняет их оттуда сам мороз вместе с хворями. Тогда сестры стараются спрятаться в теплом крестьянском доме. Для того, чтобы прогнать их, окуривали курятник, дом, девесилом и соломой. Считалось, что в куриный праздник заговоры от болезней были особенно действенными. Изгадание. Сегодня особо почиталось луковично. Делалось оно так. На 12 очищенных луковиц. Кладли по щепоте соли и помещали на ночь напечь. Утром вынимали и считали. Первая сухая, а третья мокрая и так далее. Какой по порядку луковица, сухая или мокрая, такого будет и месяц. Когда чистили лук, нельзя было плакать. Иначе гадание не удастся. Приметы. Висит много длинных сосулек. Урожай хлеба будет хорошим. Когда сороки летали поблизости от дома, это квьюи. На сильвестра волосы не стригут. А то они с головы убегут. То есть обысишь. Если сегодня дверной косяк протереть заговоренной водой, то болезни из печали не найдут в этот дом дорогу. Сегодня старались не есть мясо птицы, чтобы счастье из дома, подобно птице, не упорхнуло. Чтоб он радовал. И целебная кулинарка, которую я представляю. Которую я представляю. Розунг такой, сделать продукты и вкусными, и целебными. Чтоб вы не просто там что-то съели, живот у вас распух, ах, как вкусно. И все. А чтобы съели, почувствовали вкус, и потом, о, какая струнда, какая красивая. А-а-а. Ммм. Рука. Вкусно. Спасибо. И наконец-то, как и сейчас, мы сделаем с яблоками. Ух ты. Если вы сюда, а есть немножечко свеклы у вас? До утра будем работать. Давайте. Завтра. У нас энергии уже. Спасибо. Если вы будете вот такое вот блюдо, делать немножечко свеклы, сделать с яблоками, со свеклой, это касается всех женщин. У вас ежемесячно идут какие-нибудь крови. То есть, вы, как бы сказать, в зоне риска малокробия. Если вы будете яблочки со свеклой, как я сейчас сделаю, свеклу, знаете, неудачно есть. Вот, если у вас там все будет вкусно и полезно, у вас кровотворение будет огромное. Понимаете? А кровотворение – это хорошо работает в желудке. Это давление организма в целом, это защита даже от алкологии, потому что здесь содержится биологически активное железо. А помните, как она говорила, рак будет под лицом, чем железом. Вот, отлично. Так, я это мою. Да, ну-ка. Алина, загрузи, какая-то яблочко. Правильно. Свекла все-таки потуже немножечко, мы ее это, разлижем. И когда она несколько мялая, сами знаете, на блендере не хуже измельчается. Блендер любит, когда свежая, она так, белится. Но нам это уже хорошо. Смотри, свеклу. Ну, у кого как, она сладенькая, да? Ну, большинство, она усмелается. Алина, ну-ка, съешь ее. Немножечко укуси ее. Ну, как тебе? Сладенько. Сладенько, хорошо. Сюда заранутили. Теперь, значит, ваш циальный ингредиент, прорушевшие лица, кладезь витамина группы В. То есть все крема, все, знаете, вот какие-то составы, нарогать, сделать, вот, ну, включить туда много различных витамины, так далее, и тому подобное. Но, получается, для того, чтобы крем хранился, какое-то средство хранилось, оно должно быть убито, потому что оно забродит. В противном случае. Здесь же у нас все свеженькое, все сохранилось, знаете, как говорится, тысяча один процент. А то, что нам дает, вот это, ну, улыб. А вы там добавляете? В израиль. Прорушевшие пшенички, вот на такой, это где-то две столовые ложечки. То есть две ложечки, да? Да, две ложечки, вы можете, алиан, брошевые. Да. То есть, вы все видите, да? И так у нас получился, чудо-кактейль, красного цвета, свекла, яблоки, прорушевшие пшеницы и, естественно, пенелинка. Да, мананинка. Не корей? Хуже. Очень яблочный пахнет. О, смотрите, свеклаку какой-то, знаете, вот, как вы скажете, запах и вкус, вкус, если так вот. И густоту делает. Ну, ты точно врачом станешь. Нет, нет, нет. А шефу не надо было угрять здесь? Кого? Шефу. Пожалуйста, если шеф здесь, мы шефу нальем в йогу. Да. Или давайте стаканчик может передадим. Вану, как-то, 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 Кто попробовал? Я. Да. Мягкое тело. Мягкое тело, да? Ни концы. Ни концы, ни концы. Что? Это шеф-фуд. Ну, что вы можете сказать? Очень вкусно. Очень вкусно, да? Вкусно, да. Очень, очень вкусно. Не сладко? Нет. Это для шефа. Для шефа это вот. Чуть-чуть. Вкусно. Что там? Пробуйте, высказывайте свое мнение. Вкусно и вот это самое вкусное. Вот это самое вкусное, да? И он один из более полезных. Очень вкусно. 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 Пробуйте, пробуйте. Вкусно. Вкусно, мне очень понравилось вот это. Вот это понравилось, да? Ну, рецепт, где вот это. Мандари, чихуа, мёд. Можете даже мандари на разные брани. Да. Довольны? Да. Используйте это как блюдо, которое съедается самостоятельно. Потому что если вы скушаете что-нибудь такого. Здесь находится проросшая пченица. И, допустим, мы скушаем там после харчо, большая и так далее. Необязательно, но может заходить. Для того, чтобы этого не было, с утра пока раз, выпьем. А потом уже можете там кушать. Ну, что хотите. Что можно сказать на камеру, понравилось тебе? Супер все. Очень вкусно. Какой тебе особенно, как тебе понравился? Розовый. Можно назвать розовый фламинго. Для здоровья. А в целом, что ты вот такие блюда видела, чтобы готовили? Первый раз, да? Да.